20 число время уже не знаю сколько 9 10 часу не особо они летят посмотрим кто-то полетит кто-то не полетит молодежь стала что-то некоторые вот беляс торябы чересчур стали в забой уходить не знаю или с задержками в лёте вот черная стоит бьет вот белая персючка все-таки поднялась чуть-чуть беляс торябы вот опять же эти дрова болин я вчера сказала сам не сделал в общем не забыл я завести этого голубя поймать его в голубят не чтоб он туда не сел в общем опять он посадил мне голубей туда ведь и хотят сесть уродцы а он 2 кучки полетела эти не хотят особо он летают пять минут от силы все заразы пока возможность есть они не хотят летать потом начнет бить сапсан они будут как обосраны и мотаться он орел правда вот он гады вот постоянно они мешают вот из-за них вот вот он крутится из-за них вздюхают они вот херней занимает он лучше бы низом вообще прошел бы а он вообще не знаю какой-то белый вон он в стороне высоко уже поднялся ходит не знаю может это и вообще не мой вот так вот эти чуть-чуть от крыши оторвались а полетели ну и он там вот две стайки одна те уже принципе соединились вон она стая соединилась а он они пошли и вот эти вот чуть-чуть от этой основной от лентяев оторвались а тоже полетели понемножку полетели так что пока погода есть есть время надо потихонечку поднимать и молодцы вот так куда левого на ней не высоко но даже пол лета не набрали но все-таки оторвались крыши не вышибают метров не знаю 350 вот так пошли трое все-таки полетели туда повыше остальные вот так мотаются так далее вот что-то эти вздюхают болень кошка здесь кошка чужая вчера вон взять чуть молотком ее не прибил заль блин и попал по ней этим молотком эти уродцы эти кошки надоели надо опять ставить ловушку и ловить пожрут голубей это не то что сапсан или что-то эти кошки мерзкие некоторые малышата стали уже переворачиваться некоторые что повзрослеть стали чересчур играть можно сказать пытаются в забою идти не знаю вроде родителей забойных нету не знаю с чем это связано но факт то что некоторые чересчур начинают так вот летают вон та стайка молодец вот так вот удалю вот это вот кучка желтый стал играть потихонечку даже пытается остановиться там что то делает голуби начинают там и он вместе с ними вон она вот он отдельно вот он черный желтый то лентяй прошлый раз их тетеревятник нагнал этот вообще почти ночью прилетел откуда-то я уже пошел в машину уезжать сестра зовет голубь предприлетел какой-то захожу вот он сидит там в разброс мотаются еще голуби и эти динозавры хотят на посадку уже вот они в общем приблизительно со всей выборковки вот я забыл сказать вот двое штук у ослана здесь были дикая забивная но это его голубка она к нему прилетела с поля и белая артемовская попала к нему вот ну где-то в районе 80 штук прилетела из 102 это приблизительно так с этой вот выборковкой вот еще мне позвонили там радик сказал еще два штуки кто-то там залетел белый и черный сегодня заеду посмотрю также еще и артур позвонил с нагира это совсем другой поселок в общем какая-то дикая залетела не знаю буду надеяться что это моя голубка поеду сегодня и туда съездил посмотрю потому что много там а разговаривают по поводу этого видео у одних куча таких голубей у одних нету таких голубей не знаю многих наверное есть такие голуби но такие голуби у многих сидят все в резке как только голуб что-то показал немного игры немного лет а вот он белястый прилетел полу жопы нету вот тоже его запускал видимо кто-то ему почистил хвостик как я и говорил там а очень много хищников на поле видимо этот успел соскочить подарил кому-то перья и прилетел домой вот он он садится не успел черного снять как играл ну и ладно вот так вот и полетали пять минут но сегодня еще время будет сегодня еще полетают обязательно полетают потому что в течение дня их все равно тетель то тетеревятник поднимет то мимо пролетит у на них кинется они они летают вот эти молодцы вот мотаются сверху он краснорябы молодец стал летать вот его я не заносил потому что у него дети он кормит а то уже летит ленился не летал какой-то черный там черный что-то пытается ничего все разлетаются все полетят так и говорил кто не полетит тот останется без прописки вот шоколадная шоколадная тоже начинает не вижу я снимаю может и нет вот она вот если честно я не помню ну по-моему это это и одна из сестер дикой голубки может быть она и помладше так это что за дикий прилетел это лентяй прилетел у нас что-то мотаются чили со страхом идет это голуби дикорить начали а он она орел вот она идет я думаю что голуби мотаются вон он он пошел вот они мессеры мои летают так что не знаю как у кого но у меня может быть если хорошие голуби есть и хреновые голуби но в любом случае не хуже чем у других даже из-за того то что у меня голуби открыты и постоянно и гоняю и не сижу по вечерам за компьютером и и не не строчу всякую херню там как и говорил есть вот комнатные голубятники у какие-то чужие голуби боли кто-то запустил голубей чужих вон они красноплечи кувыркается вон он пошел вот они еще голуби краснорябы белый какие-то чужие голуби кто-то вот отсюда с улицы их запустил так вот есть такие так что блин сбился что хотел сказать уже сбился вот такие его дела вот молодой белокрылый уродиц ничего тоже полетит я стараюсь просматривать много роликов особенно советами и все остальное как люди гоняют не люблю ролики с телефонами и резаной птицей особенно это касается города баку продажа и все остальное люди только продают резаную птицу я их называл пешеходами так и буду называть голуби которые ходят резанные по земле это у меня тоже есть но от этих от этих родителей дети вон они в небе мотаются эти родители изначально летали а сейчас я их порезал потому что просрать все до одного я тоже не горю желанием хочу хотя бы несколько штук оставить поэтому особого желания просрать хорошую голубей у меня нету поэтому кое-кого и порезал тем более на зиму а зимой я все равно голубей выпускаю поднимаю там есть очень сильно бьющие есть забивные тоже вот мы в любом случае это жертва будет напрасная для тетеревятника он просто нахрен снимет и забивного с антенны и все просто ему будет очередной подарок поэтому не хочу а так вот как и говорил сижу смотрю ролики принципе вот кому не нравится может принципе не смотреть вот люди начинают такую херню писать вот в комментариях я его все что им не имется я не знаю и как и говорил очень очень плохая черта у людей это зависть но если нету у тебя голубей значит нету если есть значит есть но если есть и ты можешь что-то показать да ради бога я только буду рад посмотреть и послушать там любой совет и все остальное показывайте свои голубей а то вот голословно просто вы пишете всякую херню там 300 рублей стоит да говно у тебя птица да еще что-нибудь ну к болину возьми ты и покажи если у тебя хорошая птица я не знаю там сидит наверное дома какой-то дричь блять о я извиняюсь вот и строчит по клавиатуре вон они и разлетелись а там мотаются просто и на иной раз вот доходит вот просто люди выбешивают своей простотой я понимаю что не все голубей в вольерах где кто-то и гоняет так же безбожно как и я вот по крайней мере я пытаюсь постоянно периодически газа гонять и тем более я гоняю голубей зимой кто не может этим похвастать что многие и очень многие что зимой у него голуби летают он может выпустить они в первые же снеги пропадут посмотрите что будет дальше можете посмотреть все мои другие ролики которые я той зимой гонял очень много голубей сожрал именно сапсан изжирает космонавтов я не знаю у меня большие потери по голубям так что летают они хорошо ну хрен они уходят один раз ушел второй раз ушел третий все равно на 5 он его заберет вот этот мерзавец курва про него я забыл вот спустится он голубки и поедет завезу его прилетит куда нахрен денется голубь покрывался урод и вот так вот забился и зимой кстати летал с подперенной жопой он остальные вон хорошо это стая опустилась остальные вот они на высоте крутятся кто-то там и играет вот так вот они должны летать и летать и играть там на такой высоте просто в свой кайф даже эти вот летают и летают даже 20 минут 15 они полетят а вот эти опять же тоже полетят полетят уже с четырех километров полетят буду гонять всех сейчас пока на паузу так но эти уже на посадку идут что вот так вот вот перка это голубочка молодец вороны вороны куча полетела скоро задождит и все будет это морозня остальные вон они те хорошо поднялись и там мотаются краснорябы правда уже от них оторвался идет вниз ну блин вот сейчас они их и загонят верхнюю кучу вот они воронье перелетает так посмотрю на голубей сейчас тоже им небольшой стресс будет но они над над воронами он они голуби летают над воронами вон тут сколько их не знаю надеюсь что их видно я на них направляю ворон до хрена ну да голуби повыше и эти хотели садиться и тоже чуть-чуть приподнялись а вот так вот я в принципе показываю так как оно есть вот блин кто-то сел на дерево я показываю вот он дровахан сидит на дереве показываю там кто-то захерел кто-то еще что-то я показываю я ничего не скрываю и в принципе ничего не стыжусь это мои голуби и я их кормлю и как я за ними ухаживаю я тоже показываю и говорю то что я им даю и все остальное мне в принципе стыдиться не за что поэтому некоторым стыдно там что-то показать что голуби болеют там еще что-то признаться мне нет вот ну захерел захерел значит это моя как мой косяк то что голуб заболел или еще что-то все бывает жизни поэтому я показываю так как оно и есть садиться на дерево садиться на дерево садиться вот на старую крышу некоторые садятся значит садятся туда так что вот такие вот дела поэтому я человек принципе открыты и говорю так как она есть мне нету смысла что-то приукрашивать и кому-то там что-то доказывать тоже не особо хочу так же вот как по этой голубке хорошая она не хорошая для меня она хорошая и стоит нормальных денег хотя в каждом регионе цены разные в любом случае у нас такая голубка штука полторы она будет стоить вот так вот прийти и купить голубку слета но не никто в основном таких голубок не продает а вот они вот хотел показать вот они родители кстати вот они вот это вот пара мраморные шоколадная голубка вот он ее гаденыш на яйца гоняет у самого шея лысая вот вот это вот пара они уже порезанные оба и голубь и голубка вот она хотя крылья уже отрастают вот это мама с папой вот этой и от них очень хорошие дети голубка с очень хорошим выходом столб ну голубь более забивной ого-го вот он мраморный жахает что-то посыпался он вот так вот продевал я вот он продевал посадку есть еще которые особо не толком ничего не делают кувырки и все остальное есть уже которые более-менее что-то показывают вот белый вот красным покрашенный хвост старым животом там взлетел смысле краска старая голубь молодой ну-ка особо особо он и ничего не хочет показать хотя голубу уже месяца четыре а дальше будет видно нет значит будем мазать шею и выпускать его зимой на живца кормить сокола так что ничего так тут особо не пропадет но остальные вон они так и мотаются вот так вот приближу он метров пятьсот поднялись а в принципе на одной высоте идут краснорябы правда вон он вниз идет остальные там летают сейчас пока на паузу вот уже краснорябы немного приопустился опустился вот он он мотается там один белый еще от них оборвался не знаю видно его солнце а эти вот еще вон они еще там а летают пока мотаются там думаю сейчас скоро опустится не знаю ну в любом случае вот эти может быть вот там а сколько их там а не знаю 3 5 6 7 8 9 10 штук свой часик они отлетают свободные такие его дела остальные как и говорю лентяй когда как когда 15 минут когда 20 минут когда 40 минут он тогда улетели блин с поселка всей кучей мотались даже больше вообще исчезли из виду улетели кто их знает этих голубей ну и там тоже вот по поводу антибиотиков и всего остального сам в принципе пользуюсь антибиотиками но стараюсь это делать в краснореба быстро спрыгнул с высоты стараюсь антибиотик давать очень редко это если что-то очень сильно очень сильная болячка и начинают смотря вот толпа большая голуби начинают хереть то тогда можно давать антибиотик тогда даю всем вот пропойку как я и давал водки процерил хороший антибиотик вот он уйдет от сальмонеллеза вот а так принципе стараюсь обходиться вот как бы народными средствами там не знаю как-то так вот витамины там есть неплохие витамины вот есть иммуностимуляторы или как они вот есть воспринил и забыл еще гомовид хороший витамин также можно пропоить а из d фракция 2 тоже неплохой препарат поэтому стараюсь периодически вот что-то что-то периодически им давать вот не антибиотика сегодня одно дал завтра другое также вот яблочный уксус воду добавляю сегодня попили после дождя даю там вот этот когда очень сыро даю и дынов вот и периодически что-то и даю потому что взять вот дикарей вот наблюдая за ними они же летают везде они сегодня пожрали одно завтра пожрали другое там он кто-то вылил собаки какой-то суп собака не доела смотрю там эти дикари слетели ся и доедают эти остатки супа и живее живых они летают жрут все что попадется и я не знаю за счет того что они вольные летают и жрут все что попало они вот такие вот живые конечно да болезнь косит вот и оспа вот оспу я скорее всего выхватил мраморный мраморный опустился или даже не опустился хрен его знает где он был но что-то низом наверно уродец спрятался не знаю это я болтаю тем вот они разлетелись чуть пониже вот они здесь омотаются правда разбрелись а все вон там штук 5-6 вот они идут в общем голуби там что-то тут-то играет кто-то кувыркается в общем кайфует летают так что вот так вот стараюсь как бы особо ничего не давать можно вон сегодня заварил ромашку завтра и еще что-нибудь заварил вот очень много трав которые можно делать отвар и также делать эти настойки тот же там чеснок и все остальное вот лучше голуби попить а вот она там мир мир мерзавец я не знаю кто это мы нет это это воробьятник это не сапсан он мелкий он голуби дикарят пошел пошел он вниз он голуби а голубей не вид не вижу где-то они в синеве растворились а нет вот они четверых вижу не знаю показываю нет вот они вот они четверо высоковато один вон пониже уже белый вот они разберлись мотаются там еще два белых в общем летают так что вот так сейчас пока наверное на паузу поставлю вот и подожду наверное даже взять вот как вот приводят там пример вот сами знаете кто там про людей вот взять вот старшее поколение раньше раньше люди питались а хорошо и жили долго а вот сейчас вот так же и с голубями раньше было поменьше гадости в корме и голуби не болели и никакие гена модифицированных к там кормов и всех этих препаратов химии не было сейчас вот голуби вот такие вот то болеют а еще что-нибудь так что вот такие его дела это особо рассказать ничего не могу а вот он он тетеревятник вот он он подошел вот он большой по моему это тетеревятник вот он он выкруживает так ну а те наверху голуби хрен ему они голубей если только вот этих поднимет с антенны вот он вот он крутится так не знаю я показываю прямо на солнце вон он туда дальше пошел крутится полетел себе жертву искать в общем вот так вот сейчас пока на паузу поищу тех где не что-то вообще исчезли голуби так ну вон они еще летают вон они вроде бы и собрались а в кучку вон они голуби там не знаю не не видно их в камеру в телефоне 8 особо их снимать не буду сколько не будут мотаться не знаю подожду их конечно это голуби не бросаю поэтому мне не особо не важен их не там три часа они летают пять часов летают мне это не надо мне главное чтоб они были здоровые летали часик полтора и меня это устраивает и чтобы показали немножечко игру вот тогда за это я и люблю голубей просто люблю люблю голубей одержу их не на коммерцию мне как-то я вам трачу деньги и трачу и мне как-то по барабану это мое удовольствие мой кайф ну и вот такие его дела ну а также я как и говорил я никому не советую вот злоупотреблять антибиотиками потому что это не есть хорошо там вчера человек спросил там вот от поноса вот ну от поноса я и написал вот лучше всего вот человеческие препараты вот та же вот кора дуба кора дуба она идет как там дубильные вещества вот и все вот дня три-четыре подавать кору дуба пусть они ее попьют вот она горьковатая можно туда добавить глюкозы кстати глюкоза один из хороших препаратов и недорогих ветеринарном магазине продается раз в неделю можно давать глюкозу вот можно давать мед ну а так вот как и говорил вот гомовит хороший витамин есть ему на стимуляторе вот этот фас принял и вспомнил препарат споровит споровит очень хороший препарат там можете почитать аннотацию в интернете там вот эта сенная палочка которая находится в этом препарате в общем очень полезно для голубей в общем для поднятия иммунитета вот это не витамина именно иммуно стимулятор для поднятия иммунитета споровит и фас принял гомовит идет как витамин вот там кто-то выкладывал тоже видео но у нас нету споровита у нас тяжело найти сегодня обещали может быть заеду посмотрю обещали вот мы заказывали в магазине этот препарат ну а так в принципе как и говорил стараюсь там изо дня в день когда и не получается и просто воду пьют но если есть возможность почему бы там не дать чуть-чуть голубям там сладкую воду там с медом сделать или тот же настойку из чеснока все остальное чтобы тех же глистов погонять у голубей есть еще травы глистогонные тот же вот корень одуванчика завариваешь его вот это тоже самое глистогонные там но еще есть какие-то травы я вот просто даже я секунду я на паузу поставлю сейчас покажу ну вот чтоб не быть голословным вот они вот он препарат цветы пижмы вот стоит у нас не знаю как у кого вот 30 рублей заваривают на 7 литровую кастрюлю вот этот вот так как у меня поилка на 7 литров завариваю и даю очень они хорошо его пьют вот этот вот эти цветы они являются глистогонными вот поэтому есть еще много препаратов смысле не препаратов а именно трав которые можно сделать вот как отвар и пропаивать голубей не пичкать их никакой химией а вот попаить вот всякими цветочками травками вот и да я думаю будет более полезно чем пихать антибиотики в голубей в общем вот такие вот дела так ну буду заканчивать и это видео чем голубей 1 1 вижу спускается фух что-то вот резко встал аж голова закружилась лентяи отдыхают там кто-то дерется так вот он один белый он кувырки исполняет падает и вот над ним он они вот так приближу он они на еще на очень большой высоте метров 500 они там так и носятся так и летают в общем в любом случае они уже вот с моими паузами и совсем они уже свой часик полетали вот он белый опускается там еще кто-то отсоединился один летит он он может быть седой вот этот молодой остальных опять уже потерял где-то они это мотаются вот так вот так что вот так и по поводу цен по поводу цена голубей я хорошо знаю сколько голуби стоит и где они как и стоят во всех регионах цены разные вот но часто я бываю на базарах на выставках и так вот просто по голубятникам ездию смотрю приблизительно я знаю сколько должен быть стоить голубь сколько стоит хороший сколько стоит плохой голубь вот такие дела ладно удачи вам всем здоровья вам и вашим голубям не ругайтесь и не пишите гадости все тех взять уже снимать не буду пусть летают все всем удачи всем пока